Здравствуйте, друзья! Суббота, примыкающая ко Дню Святой Пятидесятницы, ко Дню Святой Троицы, называется Троицкой Родительской Субботой. Этот день специально выделен для поминовения усопших. С того момента, когда Господь послал Духа Святого Апостолом и создал Церковь Свою, с этого момента в Церкви полнота благодати Божией. И если раньше Господь Сам единолично творил чудеса, то теперь Он это совершает именно через Церковь Христову. И возрождает людей в таинстве крещения, и исцеляет таинством покаяния, отпущения грехов, и причащает благодатью Тайной Вечери. И вот поэтому именно накануне такого великого праздника, такого важного события, когда Церковь возникла и возымела в себе полноту благодати Божией, накануне этого мы вспоминаем и усопших, нуждающихся в наших молитвах. В день Троицкой Субботы необходимо прийти в храм и отслужить литургию по своим усопшим, подав в алтарь просфору с запиской, с именами, кого нам надо помянуть. Также по окончанию его литургии непременно служится и панихида, во время которой мы можем помолиться за своих усопших родственников и близких. Но по поводу этого дня существует одно суеверие, то есть поверье, о котором я хочу пару слов сказать. Дело в том, что некоторые люди думают и распространяют такое мнение о том, что в Троицкую Родильскую Субботу можно поминать самоубийц. Это ошибочное мнение. Самоубийц в Церкви не поминают никогда на протяжении всего года, лишь в исключительных случаях по благословению архиерея. Ну, случаи исключительные бывают тогда, когда человек наложил на себя руки в состояние психического расстройства, не сознавая, что он совершает. А почему такое поверье, такое мнение сложилось, о том, что якобы на Троицкую Родильскую Субботу позволено поминать самоубийц? Дело в том, что раньше в старину тех людей, которые умерли нечаянной смертью, ну, скажем, утонул человек, захлебнулся, или, может быть, где-то его в пещере, в шахте засыпало, или какая-то еще трагическая внезапная смерть, то наши предки полагали такую смерть наказанием Божьим. И видели в этом проявление такого гнева Божия о человеке, который умер без покаяния, не причастился перед смертью, не исповедовал свои грехи. Они полагали, что этот человек так наказан Богом, что за него и молиться не должно поэтому. Но вот на День Святой Троицы, когда читаются впервые после Пасхи коленопреклоненные молитвы, есть в этих молитвах поминовение, «Господи, помяни тех, кто умер нечаянной смертью». От удавления пищи, например, человек подавился, там костное удавление, костью поперкнулся, удавился. Вот как раз поминаются те, кого где-то в шахте засыпало, кто там нечаянной смертью погиб. И, видимо, из-за того, что в этот день специально за них возносится сугубо молитва, у кого-то и создалось впечатление, что, значит, и самоубийц можно в этот день поминать. Вот я хочу предупредить, чтобы вы такого не делали. Дело в том, что за людей, которые нам близки, мы всегда можем помолиться. Ну, конечно, смиренно, если это человек Христа как-то явно отверг, не так, что, Господи, вот он на тебя плевал, а ты его свою честную кровью отмой, и дай ему Царство Небесное. Смиренно, Господи, будь милостив. Я, Господи, знаю, я верую, что Ты есть любовь, что суд Твой не только праведен, но и многомилостив. И прошу Тебя смиренно, не поставь мне эту просьбу в грех и окажи милость такому-то, такому-то. Вот таким образом можно помолиться, но ни в коем случае не служить по Нем панихиду и тем более не подавать в алтарь свои приношения, видя просвары за самоубийц, за некрещённых, за людей, которые Христа отвергли, безбожников и атеистов. Вот что хотел бы вам рассказать о Троицкой родительской субботе. И ещё задавали вопрос, надо ли в этот день ехать на кладбище. Не надо в обязательном порядке, но можно, и многие в этот день едут на кладбище в Троицкую родительскую субботу, для того, чтобы помянуть усопших. Я уже говорил в видео о Радонице, чтобы ни в коем случае на могилы не привозили ни деньги, ни продукты питания, ни тем более выпивку. Повторюсь сегодня ещё раз, это актуально. Этого делать не следовать. А приехать как-то на могилки убраться, помолиться, помянуть, посидеть, подумать о вечности, о бренности нашего земного бытия, о наших усопших. Ну, конечно, думая о них, хочется и помолиться. Это можно. Вот что хотелось вам сказать о Дне Троицкой субботы. Храни вас всех, Господь!